Начинаем выпуск с печальной вести. Страна понесла невосполнимую трату на 1971 году. Ушел из жизни председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтий Карачева-Черкесии, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Хаджи Бердеев. Он умело выстраивал созидательный диалог между представителями различных конфессий, национальностей нашей страны и зарубежья. Проводить последний путь духовного лидера прибыли руководители регионов, муфтий Северокавказских республик, представители различных органов власти и общественности. Подробнее о жизни и деятельности Исмаила Хаджи Алихан Лепшоков. Он всю свою жизнь посвятил служению мусульманской умме. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтий Карачева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердеев обладал мудростью и умением налаживать межконфессиональный и межнациональный диалог. Он первый муфтий нашей республики, руководил религиозным управлением с 1991 года. С 2003 года возглавлял Координационный центр мусульман Северного Кавказа. За многолетний добросовестный труд отмечен высокими государственными наградами, орденами за заслуги перед Отечеством, почета, дружбы имени Ахмада Хаджи Кадырова, грамотами и благодарностями президента России. Исмаил Хаджи Бердеев не пропускал ни одно важное мероприятие, как в пределах нашей страны, так и за границей. От имени многонационального народа и от себя лично глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов вразил слова благословолезнования родным и близким религиозного деятеля. Буквально недавно наш президент Владимир Владимирович Путин отметил высочайшей наградой государственной канун его юбилея. Ахмад Хаджи прожил недолгую жизнь, но очень яркую. И хочу сказать, что становление нашей молодой Карачаева-Черкесской республики в ее межнациональное, межконфессиональное согласие, его заслуга здесь неоценима. Поэтому мои искренние соболезнования не только родным и близким, а всем здесь присутствующим, всем нам, всей нашей республике. Почтить память Исмаила Хаджи Бердиева пришли родные, близкие, коллеги, представители администрации президента России, главы Чеченской республики Рамазан Кадыров и Кабардино-Балкарии Казбек Коков, муфтии всех северокавказских республик, с которыми лидер духовенства вел многолетнюю дружбу. Собравшиеся отмечали, что он внес весомый вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и развитии ислама в России. Он всегда подчеркивал важность единства и взаимопонимания среди общества, создавая атмосферу уважения и сотрудничества. Мы его знаем как сильного духовного лидера. Он всегда работал на то, чтобы заниматься духовно-нравственным воспитанием подрастающих поколений, всего нашего братского общества. Светлая память ему. Выразил слова соболезнования родным и близким Исмаила Хаджи Бердиевой, председатель Совета Алимов Северного Кавказа Хожа Ахмед Кадыров. Был очень толерантный, находил общий язык с прихожанами, с верующими и даже неверующими, со всеми, кто умел ладить. Мы принимали его всегда как члены своей семьи. И он гордился этим, называя Ахмед Каджи нашего лидера своим братом. Исмаил Хаджи Бердиев был авторитетным и мудрым богословом, добрым патриотом своей малой и большой родины, большим интернационалистом. От имени архиепископа Пятигорского черкесского Феофилакта выразил слова соболезнования благочины Кисловодского церковного округа, протоиерей Иоанн Знаменский. Исмаил Хаджи действительно был человеком-миротворцем. И поэтому наши предшествующие руководители, митрополит Феофан, митрополит Идеон, они воспринимали общение с ним как дружбу. И также воспринимает ее и сегодняшний, и нынешний наш правящий архиерей. Поэтому для меня большая, так скажем, ответственность, силу обстоятельств, они не могут сами засвидетельствовать здесь свое молитвенное соболезнование быть. И это не только от Кисловодска, где он жил, где на нашей жизни все протекало, но все, что связано с северным благословенным Кавказом, засвидетельствовать о нашем сопереживании. Для нас это невосполнимая потеря. Наш Исмаил Хаджи обладал нескончаемой энергией, которую он направлял на реализацию многочисленных проектов, как религиозное образование и укрепление духовных ценностей, отмечали муфти регионов СКФО. Сегодня ушел человек, который положил свою жизнь на этом поприще. Одна из таких черт этого человека, это была доброта. В такой ситуации, руководя таким регионом, мусульманами, во все тяжелейшие времена он не терял чувство справедливости и не терял то чувство доброты, которое в нем было. Высшая функция человека – это созидание и доброта. Как велит Всевышний Аллах, отмечал в своих интервью мусульманский лидер Исмаил Хаджи Бердиев. И, безусловно, он раскрыл все эти слова о своих деяниях на своем жизненном пути. Исмаил Хаджи – отец двух дочерей и дедушка шести внуков. Творить добро, делать людям хорошее, несмотря ни на что. Некоторые начинают злиться, ругаться. Вот этого нельзя допускать вообще. Всевышний создал человека для того, чтобы он творил добро. И вот это вот его предписание надо исполнять и делать. Похоронили Исмаила Хаджи Бердиева в его родном селе Первомайском. Алихан Лепшоков, Умар Тикеев, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия.